Согласно данным, которые привел главный врач районной больницы, эпидситуация непростая. С одной стороны, пациентов в ковидном госпитале стало меньше, в то же время смертность в учреждении возросла. За неделю зафиксировано 9 летальных случаев. На стационарном лечении в настоящее время находится 46 пациентов. Это в ковидном госпитале. 5 из них находятся в палате интенсивной терапии и 3 из них находятся на аппарате ВЛ. Амбулаторно подтвержденных 656 человек, из них взрослые 618 и детей 38. В инфекционном отделении у нас сейчас на лечении находятся 50 человек, из них ОРВИ 18, пневмонии 32. Все это взрослые люди, детей в инфекционном отделении у нас нет. Амбулаторно на лечении ОРВИ находится 581 человек, детей 278 и пневмонии 54. Ну и количество лиц, находящихся на карантине, самоизоляции 232 человека. За весь период по федеральному регистру у нас прошло 2114 человек, с выздоровлением 442 человека. Всего пролечено в ковидном госпитале 605 человек, умерших 95. Поступают в крайне тяжелом состоянии, поступают из Баскунчака, поступают с Ахтубинска, поступают со Знаменска. Докладчик отметил, что большинство умерших – это люди с различными хроническими заболеваниями. На первом месте стоит диабет. Процентов 90 – это сахарный диабет. Был пациент с онкологией, один пациент был, проблемы с легким страхиостомой был, одна пациентка была, она после шунтирования от аорта коронарного. Ну и все какую-то сопутствующую патологию имеют. По возрасту это вот 40-50-е годы. Речь на заседании шла также об организации работы медиков с пациентами, как в госпитале, так и в поликлинике, а также об обеспечении больных кислородом. При поликлинике у нас работает ковидная бригада. Сейчас мы их отделили, чтобы люди на улице не стояли. По кислороду также у нас продолжают поставлять промгаз. Частично мы забравляем глиц. По оснащению у нас 14 аппаратов ВВЛ, 10 пульсоксиметров, 45 кислородных концентраторов и 9 мониторов. Это вот все, у нас практически новое оборудование. Была такая ситуация, что по ВВЛ прям под загрузку? Нет, всегда резервные болезни. Областные специалисты не рекомендуют вообще переводить на ВВЛ, потому что с ВВЛ пациента потом снять бывает очень тяжело. Максимально держим на кислороде, но в случае, когда уже человек самостоятельно дышать не может, то мы применяем аппарат ВВЛ. По мазкам. На этой неделе ситуация немножко выправилась. Мазки жмыхов в усиленном режиме работают. От срочных мазков сейчас 700. В точечном режиме тоже решаем по поводу мазков. Звоним, просим тех, которые нужно сделать цито, побыстрее, тех, которые кладем. И мазки делаем в первую очередь. Надо еще и в Ахтубинске все-таки сделать ПЦР-лабораторию. Но мы, наверное, все понимаем, что это не на месяц, не на два. Это теперь надолго. Надолго и хотя бы небольшую ПЦР-лабораторию, которая бы делала хотя бы 120 или 150 тестов в сутки. На прошлой неделе я встречался с Тимур Сабировичем, наш санитарный врач Саниспотребнадзора. Мы с ним еще раз проговорили про помещение, которое можно задействовать под эту ПЦР-лабораторию. Основное это помещение. Он по своей линии сейчас прорабатывает вопрос по своим помещениям, потому что у него здание огромное. Там есть баклаборатория, которую, в принципе, можно совместить. Но у меня один вариант – это если переселить наркологию и вот в этом крыле сделать ПЦР-лабораторию. Наркологию в поликлинику, как и психиатров. Что касается руководства ковидного госпиталя, данная тема муссируется на просторах интернет, изменения действительно произошли. И главный врач объяснил, почему. У нас Азамат Нуркешев 16 ноября пошел в отпуск, так как с весны он в отпуске не был. С 16 числа до 1 декабря у нас начальником госпиталя был Санол Алексеевич, который врач, который там непосредственно в этой бригаде работал, которого замечал на время отпуска. А с 1 декабря должность начальника ковидного госпиталя у нас ликвидирована вообще по постановлению. И все это возлагается на заместитель главного врача по медицинской части. То есть сейчас курирует ковидный госпиталя мой заместитель Тараненко Евгений Владимирович. Санол Алексеевич остался работать там, непосредственно в ковидном госпитале. А Нурикешев, он работает в инфекционной бригаде при поликлинике, обслуживает амбулаторных пациентов. Ну, он все схемы лечения знает, у него как бы свистный опыт есть. Вообще он работает хирургом при поликлинике, но мы оставили его при инфекционной бригаде, он работал, продолжал. И периодически он подстраховывает ковидный госпиталя, когда дежурство. У нас же там дежурство организовано, он на замке дежурит. Участники заседания обсудили еще ряд вопросов, в их числе ремонт компьютерного томографа и обеспечение лекарствами пациентов с COVID-19. По медикаментам последние две недели, вот я вижу, выровнялась ситуация. И амбулаторные, которые лечатся, у которых положительный ковид, лечатся и получают лекарства бесплатно. И пока планируется, что так и будет дальше продолжаться. По кислороду, вы слышали, тоже доложили, что нет пока проблем. Что касается исследований, продолжаются вот такие бывают негативные моменты, что очень долго приходят результаты по тестам. Последний месяц мы рассматриваем вопрос все-таки, чтобы ПЦР-лаборатория была организована у нас в городе Ахтубинске. Варианты есть, эти варианты уже рассматриваются. И сейчас, я думаю, что при посещении нашего района министр здравоохранения будет посещать, эти вопросы будем рассматривать. Почему? Потому что все-таки иметь свою ПЦР-лабораторию нам необходимо. Хорошо, что нету никаких всплесков таких сильных. Ну, я думаю, это связано и с тем, что вы видите уже на улицах, ну, действительно, люди в общественных местах стали соблюдать масочный режим. Как бы там ни говорили, это тоже влияет. Это влияет.